Привет, дети! Это Лего Фортнайт, и мы продолжаем. Сегодня мне нужно будет переселить моих поселенцев в новую, роскошную, пятизвездочную, ну, пока что не пятизвездочную, двухзвездочную гостиницу. Для этого мы просто ломаем кровать, одежде на то, что от меня не убегут мои поселенцы, пока я переношу их кровати. Ага, некоторые поселенцы уже, видишь, переживают, а где же их кровать? Сейчас, ой, и там, все, капец, хана мне сейчас будет, если я не восстановлю кроватки. И я им даже сделаю сейчас лучше не вот такую, а вот такую кроватку. Хотя это как-то дороговато выходит, перемешечку сделаю. И еще одну. Вот сюда. Вот, все кровати готовы, причем их уже позанимали все. Мистер Мюускул выбрал старую кроватку, остальные получше. Хотел я был на цокольном этаже сделать зону отдыха, там, диванчики, пуфики и все такое. А шестяной ткани-то у меня нет, я ее не умею производить. Поэтому мне нужно построить предприятие. А какое именно, вот фиг его знает. Сейчас будем... Прялка же у меня есть, но тряпки делать он не умеет, только шестяную нить. А вот чтобы сшить какую-то ткань, мне нужен ткацкий станок. А для него уже нужны кактусы. Хотя, казалось бы, что там такого в ткацком этом стхенке? Что ж, сегодня объявляю день производства. Будем заниматься именно производственными мощностями. Мне нужно сделать зернодробилку, потом соковыжималку, ограночный станок, ну и, конечно же, ткацкий. Начнем с зернодробилки, для нее нужна раковина. Колобки, колобочечки, вы где выходите? О, коровы! В комментариях мне говорили, что если хочешь получить больше молока, просто покорми их. Сейчас проверим, у меня тут есть лианы. Коровы, держите лианы. Будете хомячить? Что-то она убежала только от меня больше. Иди сюда, иди, иди, иди. Вот, кушай. Ну, грызи уже давай. 21 лиану съела и 2 молока дала. Крутяк. Опа, а там смотри кто. Пойдем грабанем. Мимо. Но меня спалили. Есть попадание. Хорош. Пока вы до меня добежите. О, у этого тоже арбалет? Перестрелка. Ну, в мою пользу, конечно же. Куда побежал? Куда, куда моя кукуруза? Не отдам. Какая наглая овца. Что, вроде бы все собралось с этих бандюганов. Посмотрим, что они охраняли. О, хлеб. Ну, конечно, я бы тоже хлеб охранял. Такой-то сочный, румяный батон. Забираем. А, места нет. Это печально. Надо бы сейчас что-нибудь выкинуть. Например, давай яйцо съедим. Вот. Батон забираем. О, и ракушка. Как раз последняя, которая мне нужна была. Запихаю весь гранит, который пособирал. Камни дробилку. И производим гранитный блок. 20 штук мне надо. Гранитных блоков мне достаточно. Производим зерно дробилку. Поставим ее вот так. Посмотрим, что мы можем дробить. Вот и мука появилась. Семечка перца есть. И косточка снежной ягоды. У меня как раз там куча просто пшеницы. Я сейчас все вот это туда закину. Вначале мы из пшеницы достаем пшеничное зерно. А уж потом делаем муку. Дальнейшая наша производственная машина. Это соковыжималка. Мраморный блок и палка из корневяза. А так-то. Я могу производить теперь бодрящий нектар, прыскучий нектар и шейк из снежной ягоды. Почему бы нам не сделать этот шейк, например? Молоко же у нас есть, правильно? Так. Все у нас готово. Есть. Хватаем и, хотел сказать, выпиваем. Но нет, оставим его на потом. У меня тут, кстати, как раз уже зерна появились. Надо бы их взять и перемолоть в муку. Ну вот, мука производится. Скоро будем делать бургеры. Дальше нам нужно построить ограночный станок. Там мы сможем обработать янтарь. Это нам необходимо, чтобы сделать как минимум топор. Вот этот лесной топор. Здесь нужен ограненный янтарь. Без этого топора я не смогу просто-напросто рубить кактусы. А кактусы нам нужны для того, чтобы сделать палки из кактусов и в дальнейшем создать ткацкий станок. Так что идем искать песчаных колобков, чтобы содрать с них раковину. Ну, песчаных волков, чтобы достать песчаные когти. Ну и собирать мрамор, конечно. О-о-о, смотри на кого наткнулся. Ох-ох-ох, а это песчаный, наверное, да? Это необычный, это песчаный. И с ним будет сложно. Чертовски сложно. Я, конечно, попробую в него пострелять. Ой, нет, нет. Он просто пробежал по мне и я сдал. Он ушел. Кажется, он ушел. Ну и хорошо. А я-то хотел в него динамит еще кинуть. Да ему даже стрела ничего не сделала. Думаю, что динамит там просто пощекотал его. А вот и ты. Тебя-то я ищу. Но мне нужно больше. Не расскажешь, где твои братья прячутся? Спасибо-ка за ракушечку. Ух ты. Просто в пустыне стоит сундук и без охраны. А вот сейчас охрана появится, наверное. Гонг сработал. О, здорово, ребят. Динамита не хотите отведать? Они меня, динамит, кидают. Вот как он взрывается, да? Ладно. Будем драться. Это какие-то пираты, слушай. Он еще с динамитом бежит. С ума сошел, что ли, динамит кидать. Надо его обезвредить. Так, 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 ребят. Лови сам динамит. Я свой динамит кинул. Блин, его даже не задело. Просто динамит пропукал. Готово. Хранил динамит так долго и так пропукать. Ну что, серьезно? Может, ты мне динамит подаришь? Не поджигай его. Ну, вздумай. Хлеб отдал. Ладно, тогда сожрем по такому поводу хлеб. Смотри, внутри он какой. Теперь давай посмотрим, что. Сундучки они прятали. Не густо, ребята. Совсем не густо. Прям. Я бы сказал, очень плохо. И ради этого они подохли. Защищая его. О, еще пер... Да ну нафиг. И все три с динамитом. А-а-а. Ничего себе, ничего себе, ничего себе. Но они, кстати, не подрываются на своем динамите-то. Вроде бы. Один сдох. Так. Рогатка моя кончилась. Беру чужую. Интересно, сколько дамага динамит наносит? Готов? Ой-ой-ой, убегаем. Можно было бы проверить, но я не рискну. Шейка снежной ягоды. Еще один. Ну ладно. Мне, кстати, на жару теперь пофиг, потому что у меня есть амулетик. И мне с этим амулетиком так хорошо. Амулет хладнокровие называется. Ой, а что-то вас реально тут дофига. Я куда-то не туда забрел, что ли? О, сейчас на меня сагрится капец, наверное. Капец, как на меня сейчас сагрится. Никто не бежит пока? Вроде пока никто не бежит. На мою голову. Вот. Вот что я ищу. Ракушечка прямо к месту. Опа. Ты кто такой? Волшебник, что ли? Ты один... Одинешенько на меня собрался? Что там у тебя было? Порох и меч. Ну ладно. Бежим дальше. Давненько я тебя не встречал. Сколько лет, столько зим. Ой, блин. А я... Вот именно вас-то я ищу. Вы мне именно и нужны. Так, она там далеко не улетела. Вон она, висит, да? Подождет меня, как думаешь, пока я тут боюсь... Борюсь с вот этими чудиками. Ой, холодно стало что-то. Меч еще не тот. Стоит? Стоит, ждет меня. Сейчас я быстренько. Наверное, быстренько. Ой. Больно. Еще и холодно стало. Надо факел достать. Пронесло. Ништяк, 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 ништяк. Я здесь. Фейка, я здесь. Давай лети куда-нибудь дальше. Наверх. Нифига себе, наверх куда-то. Говорит, мне лезть. Ну, сейчас залезем. Интересно, а можно при помощи вот... его колобковой силы сломать каштус? Ну, что ж такое-то? Все! Все ракушки собраны. Теперь идем за феей. Надеюсь, что мы сможем дойти. Неплохо, неплохо. Лезем наверх. Или тут гейзер, где есть неподалеку. Я думаю, что... Тут сможем забраться. Да, в принципе, если сильно постараться... Куда-то наверх улетел. Так, надо пожрать что-нибудь. И факел достать. Ну, смотрим, что там. Получится у меня залезть. Нет? Давай. Полезли. Опа! Ай! Ай! Перелетел. Черт, пока я лез туда, фейка куда-то улетела. Черт подери. Блин, еще и фигово построил лестницу. Придется ее перестраивать. Хотя можно вот тут вот так вот забраться. Нет, не получится так забраться. Я слышу звуки феи. Она там чуть подальше просто встала. А, запрыгнул. Где, где, где она? Где она? Вот она, вот она, вот она, вот она. Я бегу за тобой. Ты издеваешься вниз теперь? Капец. Я надеюсь, она стоит того. Куда дальше? Что это там за свияние? К сундуку привела меня. Но сундук не простой, а охраняемый. Ладно. Сейчас разберемся сперва с волком. Че, скелет побежал? Зашибись. Готово. Открываем сундук. Бодрые ягоды. Ну ладно. Так, ребятки. Сейчас мы попробуем ваши способности, чтобы сломать кактус. Че-то как-то они мазят. Очень сильно мазят. Во-во-во, амкут. Не, не ломай. Это не кактус со своей колобковостью. Зато друг друга могут отфигачить. Блин, опять он. Жовный торт. Почему я вот на простых так... Ой, кажется, он на меня впалил. Или это он на курицу? А, это он на курицу. Почему я простых не могу встретить? Уже третьего в пустыне нахожу. Он курицу сожрал, прикинь. По крайней мере, то, что от нее осталось. Давай-ка выпьем, короче, шейк, который я подобрал. О, забавно анимация. Пещерочку нашел. Моя первая пещера в пустыне. Пойдем посмотрим, что в ней. Почему это в пещере мне жарко? По идее, тут должно быть прохладно. Давай съедим тогда... Вот этот вот шейк. Он нас немножечко охладит. Не зря его взяли. На 10 минут охлаждение нам дается. И это хорошо. Чего я сюда зашел? Я зашел сюда за мрамором. Ну и поискать... Ух ты, елки-палки. Ну вот это я точно не добуду. Вот этой киркой. Поэтому, наверное, я тут поторопился, да, насчет... Ну да, тут нет мрамора. Тут есть другие. Рыцарский щит, нифига себе. А, если я его возьму, то у меня фагел. Ну понятно. Так, вот это я забираю. Это я забираю. Пойдем теперь вон тот сундучок посмотрим. Надо будет сюда потом... Динамит две штуки. Спасибо! Я вас люблю! Неважно, кто это оставил, но я его все равно люблю. Круто. Короче, дельная пещера, но мы сюда вернемся тогда, когда у нас будет кирка. Сейчас ее зачищать нет смысла. Но вот то, что мы с этой пещеры получили рыцарский щит необычный, это прям круто. Можно будет защищаться от колобков хорошо и от волков. Идем в обычную пещеру. Надеюсь, до нее недалеко. По карте вроде бы... Ой, я не в ту сторону бегу. Мне туда. А вот и колобочек. Прямо как для тестирования моего нового щита он тут. Давай посмотрим, насколько выдержит. Вообще пофиг. Он оглушился еще. Круто. Офигенно. Вот быстренько с ним и разобрались. О, ребята, смотрите, у меня новый щит. Зацените. Давай. Давай. Оу. 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 Вот это меня щит спас. Слушай, от взрывной волны. Вовремя я им прикрылся. Еще и бургер. Эх. Сюда. Хватит охотиться на куриц. Блин, далеко... Эх. Ну ладно. Наконец-то дошел до пещеры с мрамором. Оу. Скелеты лезут. Вся печаль в том, что у меня вся сумка занята. И нужно подумать, что отсюда выкинуть можно. Ну все. Добываем мрамор и валим отсюда. Ну, у нас, в принципе, почти все собрано, кроме мраморного блока. Делаем его побольше. И можно строить ограничный станок. Пожалуй, я его вот тут ушлепну. Виола! Теперь я могу делать ограненный янтарь. Собственно, чем я собираюсь сейчас и заняться. Блин, дождь пошел и обработка янтаря прервалась. Надо срочно сделать крышу. Во! Ну вот, на первый инструмент у нас вроде бы как хватает. И это у нас лесной топор. Создаем его. Есть! Вот он у меня в руках. Ну а чтобы сделать кирку, нам нужен кактус. Поэтому идем рубить кактусы. Ну что, кактус, вот я до тебя и добрался. Мне холодно. Черт подери, факел надо достать. Робим тебя. Казалось бы, что там кактусы довольно мягкие, но колючие. И нафига мне для этого нужен особый топор, чтобы его срубить, я не понимаю. Ух ты! Три новых схемы появилось. Изумрудный арбалет, платформа динамическая и малое колесо. Я теперь тачки могу мучить. Единственное, мне в комментариях писали, что тут еще нет руля, но его должны скоро добавить. Как тогда рулить? Вообще, в принципе, как ездить тут без руля. Все, я в пощелении. У меня тут новый отвертк. Ну и имечко она себе выбрала. Значит, я насобирал тут порядка 76 кактусовых бревнышек. И, по идее, все это теперь могу переработать в палку из кактуса. Давай-ка двадцаточку сейчас намутим. И посмотрим, что там для колес-то нужно. Вот, колеса, значит. Малое колесо и большое колесо. Есть, кстати, переключатель. Может быть, его использовать в качестве руля? А вот и сама платформа. Путешествую с ветерком, прикрепив шарики, колеса и двигатель. Ага. Но это уже в следующей серии будет. Сегодня мне нужно с гостиницей разобраться. Восемь палок. Это ровно столько, сколько мне нужно, чтобы построить, наконец-то, ткацкий станок. И мебель в моем доме появится. О, да. Значит, шелковая ткань и шерстяная ткань. Просто шерсть нужна. А шерсть с овец берется. Вот, у меня шесть шерсти есть. Тут у меня нет шерсти. Сейчас буду овец тормошить, походу, чтобы они шерстью поделились. Давай. Изготавливай мне. Нифига себе. На одну вот такую вот ткань нужно пять шерсти. Оу. И я сейчас думаю, почему я раньше не собирал шерсть. Овечки. Овцы. Дельтаплан открылся. Открылся дельтаплан. Где я его, где я его могу сделать? Подожди, погоди, погоди. Малый шарик открылся. Ёлки-палки. Вот он, малый шарик. Крупный шарик открылся. Трилогия каких-то там книг. Блин, а где дельтаплан-то? Я что-то понять не могу. Шарики я вижу. А дельтаплан куда засунули? Он, может быть, на верстаке делается? Сейчас проверю. Так. Хотя, какого дельтаплан на верстаке должен делаться? Правильно же? А, нет, реально он здесь. Блин, следующая серия, я чувствую, будет вообще бомбическая. И дельтаплан, и машина. Уф. О, овцы. Вы-то мне и нужны. Дайте, пожалуйста, мне вашу шерстку. Спасибо. Может быть, их тоже покормите, и они мне больше шерсти дадут? Да стой, куда ты побежал? Дай поглажу тебя. Сейчас пойду травушки и пособираю им. Овечки. Я принес вам вкуснятину. Только она падает, 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 падает. Возьмите. Курица бежит за ней. Овцам пофиг. Они не хотят. А что, одна тряпка на один диван хватит? Ну-ка, нет, тут... Ух ты, ё-моё, это дороговато выходит. Шесть тряпок на кресло. А для дивана восемь. Может, обычный деревянный поставить дома скамьи? Этого хватит? Блин, ну ладно, я разорюсь, но один-то диван можно. Ну, это слишком дорого, конечно, будет. Тут я ещё заметил, что у меня есть ресурсы на стол для субстанций, чьё-то-то там, там, там прочего. Сейчас я это тоже сразу построю. Посмотрю, чё я тут могу. А, субстанция, проще, чё-то. Редкий инструмент. Открылась схема. Чё ещё? Субстанция, здоровье. И что это? А, видишь, чё написано? Выберите инструмент или оружие для наложения чар с помощью субстанций. То есть чар, вот что это такое. Ну, давай меч. Вот я выбираю меч. Субстанция здоровья. Увеличивает вероятность получить лечебные предметы при атаке врагов оружием или инструментом. Субстанция прочности повышает прочность инструмента. Вон оно чё. Погоди, вот топор. Топор вот этот хочу. Я просто прочность могу у него увеличить. И это было бы круто. И можно, смотри, три чары наложить получается. Круто. Будем юзать. Короче, я не хочу, если честно, на диван столько ткани тратить. Может быть, дельтаплан? Он гораздо полезнее всё-таки. Там осталось ещё одну ткань сделать и потом шёлковую ткань. Шёлковая нить у меня тоже где-то была. Блин. И вот в такие моменты реально думаешь, почему ты не собирал паучью паутину и шерсть. Хотя на тот момент мне казался этот ресурс просто мусором. Пошёл, короче, за паутиной. А тут корову по горам лазит. Совсем из ума вышли. Как она будет спускаться-то с неё? Наступила ночь, а это отличное время для паучков. Паучки, вы где? Ну и для скелетов тоже, да, отличное время. Вон там пойду-ка пошерщу. Там куча всего всякого валяется интересного. Может, там чё и от паучков есть? Сколько скелетонов. Ужас просто какой-то. Их с каждым разом всё больше и больше. Мне это не нравится. Я не хочу так. Так, паутинки тут нету. Тут больше... Вот паутинка. Тут больше от волков и от скелетонов валяется всякая фигня. О! О, фейка! Пойду-ка сбегаю за ней. Может, она приведёт меня в логово пауков? Или к богине овец? Чтобы мне дали кучу шерсти. А, ну спасибо. Ты мне показала пещеру, да? Зашибись. Пойдём сходим, чё? А, так я тут был. Здесь мои... Она меня привела в ту пещеру, в которой я был. Замечательно просто. Я тут даже... О, паутинка. Я тут даже, вон, костры оставил. Чтобы не запутаться в этой пещере. Это не фея. Это маленький летающий тролль светящийся какой-то. Всё, я всё собрал. Я всё собрал для дельтаплана. Сейчас он у меня будет, ух. И полетаем. И полетаем. Ну... Вот для чего вот это местечко теперь ясно. И как им пользоваться? Кто-нибудь расскажет? Надо прыгнуть, наверное, с высоты и... А, вот, раскрыть. Всё, я понял. Вау! Вот это я понимаю. Теперь я буду с удовольствием добираться куда-нибудь с высоты. Правда, выносливость тратится при этом. И вот теперь то, что я живу на горе, это оправдывает себя. У меня теперь с удобством можно добраться куда я захочу. На дельтаплане. По итогу собирался делать диваны для гостиницы. А сделал дельтаплан. Вот такая вот неожиданная концовочка. Ну, а на этом всё. Если тебе понравилось, то не забудь поставить лайк и подписаться, чтобы не пропустить следующего ролика, на котором мы с тобой и увидимся. Так что, до встречи!